Всем привет! Друзья, два предыдущих ролика о мохнатых футболистах вам пришлись по вкусу и более того, в последнее время в комментарии стали приходить, наверное, сотни просьб сделать еще один выпуск о появлениях животных на футбольном поле. Так вот, ребят, ловите третью часть. Поехали! А начнем мы с футбольного матча главной лиги профессионального, обращая внимание, женского футбола США, который был прерван из-за вторжения на поле белки. Случилось это во время матчей команд Western New York Flash и Philadelphia Independence, который закончился в конечном итоге со скучным счетом 1-1, несмотря на все старания пушистого зверька хоть как-то разнообразить скучный матч. Белка выбрала для привлечения внимания штрафную площадку, в которой она почему-то все время бегала по кругу. Смею предположить, что это был самец, который потерял голову от 22 красавиц, рассекающих по этому полю. Но в конце концов, когда все уже налюбовались на пушистого зверька, а матч нужно было продолжать, ее накрыли коробкой и выкатили за пределы поля. Вы наверняка помните самолюбивого Энфилдского кота из предыдущего ролика. Тогда он только разрядил обстановку безголевого матча, но в этот раз появление его черного, мурлычащего голландского собрата в матче между клубами Алкмар и Ада Денхаак стало плохой приметой для хозяев. Возникший не пойми откуда в черной форме и белых бутсах футболист с завидной скоростью и резвостью промчался по всему стадиону, минуя нескольких игроков и безнаказанно скрылся за трибунами. До конца встречи оставалось еще полтайма, но появление черного кота повлекло за собой проигрыш хозяев стадиона, ведь в итоге они пропустили один мяч в свои ворота, не забив ничего в ответ. Кстати, еще один такой котик выбежал на поле 24 августа 2014 во время матча первого тура чемпионата Испании между Барселоной и Эльче. Домашнее животное появилось на газоне уже на первой минуте игры и матч пришлось остановить, поскольку никто не мог поймать неуловимого коте. Стоило только подойти к нему на пару метров, как он неудержимо давал по газам. Но все же, описав замысловатую дугу, в конечном итоге через две минуты домашний хищник сдался на милость стюардам. Вот такие вот мурлычащие хулиганы футбольных полей. А вот этому герою повезло гораздо больше, чем команде хозяев поля из предыдущего ролика. Потому что неожиданно для зрителей матча Рейдинг Арсенал, а главное и самого себя, испуганный кулик приземлился прямо в центральную зону стадиона. Заблудившаяся пернатая попросту перепутала свой дом с футбольным полем. Но увидев 22 незнакомых потных обезьяны, ну а кто мы еще в ее понимании, которые пожаловали к ней, видимо испугалась и решила спрятаться в траве. Но это ей слабо помогло, ведь английские газоны не зря называют лучшими и самыми короткими в мире. Забавную птицу быстро нашел футболист одной из команд и сразу же передал ее в руки стюардам, которые унесли нашего заблудившегося гостя. А следующая выбежавшая на поле звезда футбола подарила минуту славы английскому нападающему Джимми Гривзу в далеком 1962 году во время матча между сборными Англии и Бразилии. На футбольном поле неведомым образом оказался представитель породы псовых. И кстати, это вообще был первый подобный случай, попавший на всеобщее обозрение. Несмотря на все попытки выпроводить пса или схватить, ему долгое время удавалось избегать любого контакта, пока в дело не вступил находчивый Джимми Гривз. Опустившись на четвереньки, он наклонился к непослушной собаке и каким-то неведомым образом переубедил четырехлапого друга больше не баловаться и покинуть поле. Правда, пёс странно отреагировал на поступок футболиста, потому что в ответ помочился ему на майку, но тут же попал в руки представителю одной из команд, который забрал его к себе на перевоспитание. Ну а на десерт я покажу вам совсем неординарный случай, правда не из профессиональной лиги футбола. Я даже помню, как кто-то из вас писал в комментариях, что хотел бы увидеть, как выбежавшее на поле животное забьет гол. Так вот, братюнь, это видео специально для тебя, потому что этот экзотический четырехлапый гость, судя по ролику, выложенному в сеть 24 октября 2015 года, умеет играть в футбол намного лучше некоторых наших двуногих спортсменов. На записи видно, как на школьную площадку во время детского футбольного матча неожиданно для всех выбегает олень, и не сбавляя скорости, этот суперфорвард забивает шикарный гол, после чего также стремительно скрывается в лесу. Все были попросту шокированы подобным происшествием, а маленький вратарь, в чьи ворота залетел мяч, еще долго крутил головой, не ожидая такого коварного удара. И я думаю, что этого оленя стоит срочным образом разыскать и выслать ему приглашение в нашу сборную, потому что грех упускать такого изумительного игрока. Друзья, думаю, что с футболом на сегодня хватит, потому что в конце я хотел бы порекомендовать вам канал The Scale, или Масштабы по-русски, который качественным образом расскажет о нашей планете и ее обитателях. Давайте посмотрим ролик, который вкратце познакомит вас с ним. Хотите побывать на Пальмовых островах или узнать о странностях Германии? Канал Масштабы расскажет тебе, где можно встретить пещеру светлячков, попить кофе на краю земли и найти самые большие кристаллы на земле, а также многое другое. Подписывайся, ссылка в описании. Спасибо вам за просмотр! Не забывайте по традиции проголосовать за своего любимца, нажав на круглый значок в правом верхнем углу экрана. Оставайтесь с нами и делитесь этим роликом в социальных сетях. Наш с вами канал набирает обороты, а это значит, что впереди будет еще много всего интересного. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok